И снова здравствуйте! Утро сегодня началось так интересно, что выпали стекла из витрины и наконец-таки мы сделали. Дима помог, ребята откликнулись. Большое всем спасибо. Но Дима сегодня приехал не с пустыми руками, а что ты нам привез? Ну-ка расскажи. Привез из последних находок огроменную шеломную кинулся. Кстати, надо рулетку померить размер, а то все думают, когда фотографии скидываешь, что у кого-то в коллекции лежит больше. Давай я вот сюда одну булочку аккуратно. Нет, я рулетку сейчас не найду, наверное. Элим Степина? Найду, сейчас. Покадем его выкладывать. Ты паузу подожжал? Не-не, а то что, мы в прямом эфире пишем видео, как оно и есть. И мерим аммонийство наутилуса. Наутилус у нас получается 32 сантиметра в длину и по высоте аммонийства. Это у нас получается 22 сантиметра. Данный наутилус целенаправленно привезен. Будет отреставрирован в дар музея. Ура! Дальше. Но мне же его надо будет отрабатывать, поэтому мы будем заниматься реставрацией. Дима нашел интересную находку. Дальше. Сейчас сначала наставим. Так. Мною в том же месте, где наутилус, был найден размер, такой вот огромный, короче, такой был найден аммонит размером 40 на 45. Вот такой вот гигант. Вау! Когда-то в огневом периоде в океане Тетис. Мы сегодня будем его реставрировать, в плане того, что клеить. Потом будем заниматься препарацией, в плане очищать пупарину. Ну и, конечно же, готовый итог вам покажем. Но в музее он стоять не будет. Он будет рушать спальню Дмитрия. Но, то есть, в Крыму можно найти вот таких гигантов. И, кстати, даже взять с сайтов, где выкладывают палеонтологи свои находки. Для Крыма такие находки, они единичны. Да. То есть, они есть, но достаточно не то что редкие, не частые. И, в основном, это фрагменты. А, в целом, эти вообще очень тяжелые. Елочка, это хорошо просматривает. Вот здесь рисунок, наверное, на этом. Здесь рисунок. Вот здесь сейчас раковина сбитого. Чуть-чуть это доклеим. Крутая находка. Елочка, ну да. Ну и вот, со второй стороны он тут вообще покрыт. Ну-ка, давайте поближе посмотрим на этого аммонита. Знаете, с этой стороны он не так, ну, визуально поврежден. Но у него, этой стороной он лежал кверху, растворен. На органе кусили эти древнеюрские или меловые эти, как их? Меловые. Меловые. Всякие устрицы. Не, не устрицы. Бактерии, которых продукт жизнедеятельности железо откладывал. А ну, к эту сторону еще раз нам покажи. Поэтому он такой железненый, с одной стороны. Так и тумбус ломать можно. А этой стороной он лежал, наоборот, в песке, скорее всего. Как думаешь, сколько он весит? Весов у нас нет? Киллом 20, наверное. Больше 20. Я его с трудом поднимаю. Так что, вот такие у нас новости.